Ребята, всем привет! В этом видео я хотел бы вам снять распаковку нового роутера фирмы TP-Link, модель Archer C54. Итак, как вы видите, вот так вот выглядит упаковка этого роутера. Давайте я ее покручу, поверчу, чтобы вы посмотрели. Если вас интересует какая-то информация, которая находится сзади, нажмите сейчас на паузу. Сейчас будем делать распаковку. Перед тем, как распаковывать роутер, обратите внимание, старайтесь делать распаковку аккуратно, так как роутер на гарантии. Коробку старайтесь не повредить, чтобы потом не было у них претензий, в случае чего, если вдруг вы будете роутеры возвращать. Поэтому пленку снимаем, как обычно, она никак не влияет на гарантию, а вот с коробочкой постарайтесь поаккуратнее. Так, аккуратненько открываем боковушку. Не совсем это аккуратно получается, но ничего страшного. Роутеры буду менять по какой причине? Значит, попал мне в руки iPhone 6s для записи видеороликов. Мой старенький TP-Link, модель которого вы сейчас будете наблюдать на экране, он по какой-то причине отказывается работать в связке с iPhone. То есть, возможно, поврежден Wi-Fi модуль в iPhone, но в общем он работает только на частоте 5 ГГц. А мой старенький роутер на 2,4 ГГц. Поэтому пришлось купить этот роутер. Стоимость его 2350 рублей. Это недорого. Вот роутер упакован вот в такую пленку. Все сохраняем. Обязательно все сохраняем на время гарантии. Оставляем все в коробке, как есть. Вот так вот выглядит роутер в упаковке. Антенки, видите, также упакованы. Вот так вот он выглядит. Красавчик. Старая всегда покупает роутеры тех производителей, которые самые известные. Это D-Link и TP-Link. Остальные роутеры, которые неизвестны, это Xiaomi, Mercosys и так далее. Ребят, тут уже под вопросом. Понимаете? Эти фирмы специализируются именно на роутерах. Поэтому старайтесь покупать известных производителей. Не экономьте деньги. Итак, что мы тут видим? Синий LAN-порт и 4 LAN-порта. Вот они, оранжевые. Дальше питание. Кнопка сброса. Ресет. Что тут еще у нас есть? Ну, индикаторы, соответственно, когда подключите, здесь будет у вас индикация. Больше никаких портов здесь нет. То есть, каких-то USB и так далее, здесь больше ничего нет. Питание, LAN-порт, LAN-порт и кнопка сброса роутера. Все, больше ничего. 4 антенны. Дальше давайте посмотрим, что в упаковке. Инструкция, руководство по быстрой настройке. Двухдиапазонный Wi-Fi роутер. То есть, он работает на двух частотах. Частота 2,4 ГГц и частота 5 ГГц. Руководство по эксплуатации обязательно изучите. Если интересно, дальше. Вот такой вот патч-корд. Обжатый кабель с двух сторон. Для подключения, для настройки роутера обязательно его сохраняйте. Никуда не выбрасывайте. Так как, когда роутеру прошевать будете, он вам пригодится для подключения роутера к компьютеру. Дальше, что у нас имеется? Блок питания. Можете нажать на паузу, посмотреть характеристики блока питания. Больше в упаковке вы ничего уже не увидите. Складывая все обратно, все вот эти пакетики, обязательно все складываем аккуратненько. Вставляем все в упаковку. Тут, видите, вот в упаковке вот еще что-то лежит. Поэтому обратно возвращаю. Все, собираю упаковку, ребята. Упаковку сохраняем на время гарантии. Мне дали год гарантии, хотя производитель дает три года гарантии. Поэтому вы еще можете обратиться напрямую к производителю, если в течение трех лет что-то произойдет с вашим роутером. Поэтому имейте в виду, в магазине один год гарантии. У производителя три года гарантии. Гарантийный талон также складывайте в коробку, чтобы точно его не потерять. После покупки роутера не забудьте его обновить новой прошивкой. По этому поводу я снял видеоролик, как обновить прошивку в этом роутере. Ссылку оставлю в описании. Если вы не подписаны еще на мой канал, обязательно подпишитесь. Канал у меня по компьютерной тематике. Поэтому если что-то происходит с вашим компьютером, ноутбуком, роутером, планшетом, смартфоном, телевизором, задавайте свой вопрос. Вот недавно была ситуация моего подписчика. Его компьютер пищал непрерывными короткими сигналами. Он отснял видеоролик с проблемы, отправил мою группу ВКонтакте. Я ему удаленно дал рекомендации. Человек сделал свой компьютер, не имея определенных знаний. Тем самым он сэкономил свое время, а также сэкономил свои деньги. Не отвозил свой компьютер в сервис. Чтобы очень быстро получить ответ на свой вопрос, рекомендую писать через мою группу ВКонтакте. Вот есть кнопка сообщения. Но перед тем, как написать, ребят, подпишитесь в группу. Я проверяю подписочку и отвечаю только своим подписчикам. Поэтому ссылку на ВК оставляю также в описании. Ребят, с этой непонятной ситуацией в мире, Ютуб могут заблокировать. Поэтому у меня еще есть канал в Яндекс.Дзене. Яндекс.Дзен это аналог Ютуба. Также переходите, подписывайте. Ссылка будет в описании. Но кнопка подписаться сработает лишь тогда, когда вы будете находиться под своим Яндекс.Аккаунтом. То есть вам нужно войти в свою Яндекс.Почту. Поэтому если почты нет, в конце также появится рекомендашка, как создать Яндекс.Почту. А на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока-пока.